Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Охрана документов под грифом «Секретно». Китайские и российские архивариусы обменялись профессиональными тайнами. Заговор сумасшедших, как форма искусства. Испанский режиссер доказал, что настоящий театр можно создать и в горах. Каков фламенко на вкус? Андалузские страсти на сцене Самарской филармонии. Итоги прошедших выборов обсудили на рабочей встрече губернатор Николай Меркушкин и представители Компартии. Участие в разговоре приняли член-президиум ЦК КПРФ Валентин Романов и первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин. Рассматривали вопрос о формировании губернского парламента. Еще одной темой обсуждения стало дальнейшей работой и конструктивное взаимодействие регионального обкома Компартии с областной исполнительной властью. Как спасти архивные документы и правильно реставрировать важные бумаги? Своим опытом с российскими архивистами поделились их китайские коллеги. Эксперты встречаются каждый год попеременно то в Поднебесной, то в России. На этот раз местом встречи стала Самара. Российские и китайские специалисты подписали соглашение о гуманитарном сотрудничестве. Постоянный диалог двух стран способствует укреплению международного сотрудничества в области архивного дела, осуществлению совместных проектов и содействию обмена информацией, но учитывая национальные интересы. Секреты, которые нельзя раскрывать, останутся тайной. И наши китайские друзья, и мы действуем в соответствии с нашими национальными интересами. Поэтому, если те или иные сложные, как говорят, вопросы истории отвечают, открытие информации об этих сложных вопросах истории отвечает нашим национальным интересам, то да. Если нет, то будем дожидаться других времен. Это совершенно нормальный процесс. Задача любого архивного учреждения – создать богатую базу различных архивных документов. И после стечения 30 лет в Китайской Народной Республике есть практика рассекречивания особых документов. По статистике, на 2015 год из 500 миллионов документов 40% уже рассекречены. Самара первой оценила заговор сумасшедших. Так называется документальная картина испанского режиссера Альгиса Орлаускуса, премьера которой состоялась на фестивале «Соль земли». Это история человека, который десятки лет посвятил строительству театра в горах. На сцене из камней песка уже состоялся первый спектакль о том, как создавалось кино. Репортаж Алины Чемерис. Это задумано как гримёрное. Для неё будет крыша, на которой расположится оркестр. Театр в горах, со сценой, зрительным залом, площадкой для музыкантов и обязательно местом для пожарного. Строительством этого чуда света уже 20 лет занимается житель испанской деревни Хаулин Энрике Гастон. Увидев живописное место в горах, сказал «Здесь будет театр» и начал расчищать территорию. Все стройматериалы приносил со свалок. Сначала работал один, потом появились единомышленники. Люди думают, что ты сумасшедший. Вероятно, некоторые думают. Считают, что вообще-то мало кто этого избежал. Но это уже философский вопрос. Над документальным фильмом «Заговор сумасшедших» режиссёр Альгис Орлауско сработал три года. Про Энрике узнал через общих знакомых. Рассказывает писатель, драматург, преподаватель. Этот удивительный человек привык создавать вокруг себя прекрасное. И театр в горах не единственный, как говорит Альгис, его подвиг. У них в центре деревни была помойка. А он говорит, на сходке деревенской, говорит, давайте сделаем брут с лебедями. И вообще, за всеми экзотическими птицами. Я сам за это возьмусь. Театр, это не звучит странно. Он собрал людей, они очистили эту яму. Сделали не только пруд с павленами и с утками японскими. Они сделали ботанический рядом сад, посадили в этой пустыне. Гости фестиваля «Соль земли» первыми оценили заговор сумасшедших. Премьера в Самаре состоялась раньше, чем в Москве. Чтобы показать своё кино и провести творческую встречу со зрителями, Альгис Орлауско составил «Все дела». Говорит, не мог пропустить фестиваль, где каждый фильм – документальный шедевр. Хорошее кино, если оно получается, оно на самом деле обогащает наше время. Оно чем-то делится. Мы подключаемся к времени, которое течёт на экране, как какой-то живая вода или кровь, или органы. Мы подключаемся к органам каким-то, жирительным, которые нас обогащают и делают их сильнее и здоровее, если это на самом деле хорошее кино. «Это документальный фильм, но он сочетает в себе удивительную сказку, представляет. И кажется, как будто этот фильм игровой. То есть кажется, как будто такое просто не может быть, что где-то в Испании такое происходит, есть какое-то необычное место, где стоят спектакли». Следующими фильм Альгиса Орлаускаса увидят жители Москвы и Армении. На премьеру «В столицу» 14 ноября приедет сам Энерики Гастон. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. История целого народа в книгах, фотографиях и исторических документах. Музей имени Алабина открылась выставка «Немцы в российской истории». Почему переселенцы оставили старый свет, обосновались на Вожской берегах и как складывался их быт в разные периоды – непростой истории. Ответы на эти вопросы знают организаторы выставки и экскурсоводы. С представителями современной немецкой общины Самары пообщался Олег Зверев. Песня на немецком языке в исполнении ансамбля Эдельвейса звучит с ярко выраженным русским акцентом. Они считают себя россиянами и, как и другие народы, наследниками советской эпохи. Тем не менее, свои инзональные традиции чтят из поколения в поколение. В истории российских немцев было немало разноцветных страниц, а прочесть их можно в эти дни в Самаре на выставке, которая открылась в музее имени Алабина. Знание своих корней любому народу очень важно. И сейчас я очень приветствую политику нашего руководства страны в целом и нашей области, Меркюшкина в частности. Это способствует повышению самозазнания народа, развитию народа, сближению с остальными народами. Среди экспонатов уникальное лютеранское издание Библии, сборники стихов, гравюры, нотные архивы и копии документов, подтверждающих сведения о жизни российских немцев. Как был организован их быт, где располагались наиболее массовые поселения по манифесту Екатерины II, и как осваивались иные земли во времена депортации. Сегодня настало время, когда каждая этническая группа получила полное право жить в согласии со своими традициями. Мы, конечно, стараемся и занимаемся популяризацией истории российских немцев, в частности в Самарском крае, изучаем язык. Но самая главная, наверное, наша задача, это чтобы мы своим, ну, скажем так, поведением, своей работой показывали, что мы граждане России, что мы любим эту страну, что наши предки выбрали ее для жизни. Вклад в развитие Самары российские немцы внесли немало. И, впрочем, об этом лучше знают экскурсоводы на выставке, которая продлится до 23 октября. Олег Зверев, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Изменилась схема движения транспорта, следующего через поселок Мехзавод в направлении поселка Управленческий. Это связано с началом работ по следующему этапу реконструкции Московского шоссе. Автобусные маршруты номер 1, 1А, 1К, 51, 68, 154К, 175К, 210 и 221 следуют по скорректированной схеме по Московскому шоссе, улице Первый квартал, Красноглинскому шоссе и далее по своим маршрутам в обоих направлениях. Мэр Новокуйбышевска Андрей Коновалов покинул пост ради места в Губернской думе. Он занимал эту должность 2012 года. Весной Коновалов заявил о желании участвовать в выборах в Самарскую губернскую думу по Новокуйбышевскому избирательному округу. По итогам кампании политик одержал убедительную победу, набрав 44,5% голосов. Городской думой будет принято решение о создании конкурсной комиссии по выбору нового главы администрации. В среду вечером на 14-м километре реки Самара судно типа Ярославец не на судовом ходу легло на мели на левый бок. Как пояснил капитан, судно двигалось без пассажиров. Пострадавших в экипаже нет. По факту случившегося проводится проверка. Причины устанавливаются. Самарский университет имени академика Королева вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education. Вхождение Самарского университета в мировой рейтинг отражает процессы, которые последние несколько лет происходят в ВУЗе. Ученые университета намного чаще стали публиковаться в изданиях, индексируемых международной базой данных Скопус. ВУЗ активно привлекает иностранных студентов и преподавателей. Благодаря участию в федеральной программе 5.100 учебное заведение смогло более четко позиционировать себя в мировом научно-образовательном пространстве, скорректировать свою стратегию и уверенно воплощать ее в жизнь, прокомментировали успех в университете. 25 сентября в Самаре пройдет Всероссийский день бега кросс-нации. В спортивном празднике предусмотрены забеги на разные дистанции. Участие в нем могут принять все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. С 7 утра будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лозо, а также по автомобильной дороге в направлении учебно-спортивного центра «Чайка». Общественный транспорт будет следовать по своим маршрутам согласно обычному расписанию. Ритм и страсть. На сцене Самарской филармонии в рамках первого концерта гитарного абонемента выступила группа «Вкус фламенко». Программа концерта состояла из двух отделений. В первом музыканты играли традиционные испанские мотивы, а во втором уже музыку собственного сочинения. С андалузской культурой познакомился и Андрей Горгуленко. До концерта считанные минуты, а Иван Антонов продолжает репетировать. Утверждает, что никогда не поздно совершенствовать свою игру на гитаре. А гитара у него уникальная. Недавно она разбилась при перелете, но мастер свой инструмент не бросил. Я ее склеил сам и бокситкой, совершенно не надеясь на то, что она будет звучать. Хотел ее детям отдать на растерзание, что называется. А вот склеил ее буквально месяц назад и выяснилось, что она звучит лучше, чем прежде. Поэтому сейчас я концерты свои играю вот на этой раздолбанной гитаре. Хотя вы не подумайте, у меня есть три еще нормальные гитары. Это просто лучше всех звучит. Московская группа «Вкус Фламенко» – единственный русскоязычный коллектив. Ансамбль собирался постепенно в течение восьми лет и аккумулировал в себе все лучшее, что есть в России в этом жанре. Танцует на сцене Юлия Плохотина, президент Российской Федерации «Фламенко». Для нее этот жанр стал по-настоящему родным. У «Фламенко» самое важное – это душа, дуэнды. И, наверное, для каждого человека это очень важно, когда ты можешь показать все свои эмоции на сцене. «Фламенко» – это та удивительная культура, где ты можешь действительно открыться полностью. Для зрителей концерт в такую дождливую погоду – отличная возможность перенести себя на далекие испанские берега и почувствовать главную эмоцию южных народов. Страсть. Все-таки в наших северных городах страсть как-то она не очень в почете. И все время не хватает этой южной страсти острой. Вот и хотелось бы ее почувствовать. Волшебное сочетание андалузской ритмики, русского текста и современной гармонии, энергетика, драйв и фонтан эмоций. Зрителям в этот вечер представили все лучшее, что скрывает в себе «Фламенко». Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Недоразумение исчерпано. Паралимпийская спортсменка Яна Костин начала тренировки в ипподром-арена. Десять месяцев с начала строительства Фрунзенского моста. Готовы три опоры из восьми. Какую нагрузку выдержит мост и из чего его строят, наш корреспондент выяснил в специальной лаборатории. Имена победителей станут известны сегодня. Фестиваль документального кино «Соль земли» завершает работу. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин